Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Правда ли, что чем меньше уделяешь внимания мужчине, тем он больше любит, скучает и ценит? На всех лет одинаково действует, даже если мужчина самодостаточный, утверждает, что ему одиночество не страшно и что он не является ревнивым. Мне он стал меньше уделять внимания, я наоборот, на меня этот способ действует. Только сейчас написал, что уезжаю и сразу куча вопросов, куда, зачем, почему и сразу звонить. Ну получается, что и на таких действуют. Значит, я ему не безразлична. Во-первых, здесь на что стоит обратить внимание? На то, что вы не уверены в себя. Вот подобный вопрос, да, и в том числе, как бы, ну, действия на вас внимания, да, помимо своего абсолютно нормального, так сказать, влияния, вот, здесь очень сильно бросается в голову, что вы в себе не уверены. Почему? Ну, потому что вы хотите, чтобы вам уделяли внимание больше. Что здесь происходит? Здесь происходит то, что вы переключаетесь с себя на него. И большее количество внимания вы хотите получить от него. Но вы компенсируете в себе, таким образом, что-то. Вы, свой недостаток, недостаток значимости, недостаток ценностей, по ощущениям и так далее. Это первый момент, да? То есть большее количество внимания вы можете обратить внимание на себя, на то, как вы действуете. Потому что внимания можно уделять по-разному. Можно, можно уделять внимание из дефицита. Из, так сказать, последних сил. Пытаясь, 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 пытаясь дать человеку. Внимание. Дать человеку. Любовь. Дать человеку работу. При этом ощущение дефицита этого в себе. Единственным. Единственным. Способом. Видеть для себя. Дать внимание другому человеку. В надежде, что он даст вам внимание в ответ. Это способ самый деструктивный. Потому что, если вам не хватает внимания, это повод задуматься о том, насколько я свободно, естественно, иду по своей жизни. Насколько я, естественно, и свободно двигаюсь по жизни. Понимаете, да? Это... Важный момент. Не единственный. Но важный. Очень важный. Дальше. Нет двух одинаковых мужчин. Как нет двух одинаковых людей. Все мы разные. И на всех нас внимание оказывает разные действия. Я бы сказал, что случай, когда меньше уделяешь внимания мужчине, и он в ответ больше уделяет внимания тебе, это... деструктивный момент. Потому что, по большому счету, здесь имеет место быть психологическая игра в догонялки. Ну вот, мы таким образом играем в догонялки, к сожалению. Что это значит? А это значит только то, что по большому счету... Мы боимся... Здесь. Мы боимся... Близости. Мы боимся близости эмоциональной. Мы боимся... Близости... Ну... Такое не очень... Эм... Хорошее, наверное, и... Ну... Подходящее слово, да, но... Мы боимся... Эм... Психологической близости. Скажем так. Понимаете? Мы всего этого... Боимся. И... Возникает игра... В догонялке. Вот то, что вы... Описываете, в частности. Это... И есть игра... В догонялке. Такая вот... Психологическая... Игра. К сожалению. Можно ли... Это изменить? Перестать играть? Играть? Можно, конечно. Для этого нужно... Изменить... Эм... Восприятие... Себя. Как минимум. Для начала. Для начала. Эм... Не важно... Самодостаточные мужчины или нет. Страшные ему одиночества или нет. Все это по большому счету... Некоторые... Я бы сказал... Ну... Некоторые... Дефиниции. Так сказать. Важные... Важные... Конечно... Важные... Конечно... Конечно... Но... Постольку... Поскольку... Потому что... Какой-то такой... Единой... Структуры... У этого... У этого... У этого... Нет. И быть не может. И слава Богу, что нет. И быть не может. Иначе все отношения были бы... Очень... Одно... Очень одинаковыми. А так есть разность. Поэтому здесь... Дело в том... Что вы действуете... Судя по вашему описанию... Из... Дефицита. А не из... Избытка. И... В общем и целом... Таким образом... Демонстрируете... Свою зависимость. Все здесь... Довольно таки... Просто... Не знаю вот... Насколько для вас... Да... Но вот... Все здесь... Ага... Я бы сказал... В каком ключе... Ну... Выглядит... Вот... Есть... Конечно... Свои нюансы... Безусловно... Они... Должны быть... Свои нюансы... Ну... Но вот... По большому счету... Ситуация здесь... Такая... Дальше... Идем... Вы пишете... Значит... На всех ли это один скажет... Однаково действует... Нет... Не на всех... Все люди разные... Дальше... Стало меньше... Уделять внимание... Опять же... Здесь... Нужно... Смотреть... Следствие чего... Человек... Вам... Стало меньше... Уделять внимание... Связано ли это... С... Естественными... Причинами... Такое может быть... Обстоятельствами... А... Ваших отношений... Такое... Тоже может быть... Понимаете... Да? Тут... Везде... Есть... Свои нюансы... И на них... Нужно обращать внимание... Понимаете? Поэтому... Попытка... Унифицировать... Здесь выглядит... Несколько... Странно... На меня этот способ действует... Каким образом? Что это значит? Получается и на таких действует... Ну вот... Не знаю... Замечаете вы или нет... Но... Когда вы говорите на таких... Вы... В какой-то степени... Ну... Занимаетесь... Тем... Что... На... На мой взгляд... Обесцениваете человека... Унифицируете его... А... Вы говорите... И на таких... Тем... Самым... Несколько... Подразумевая... То... Что он для вас... Из таких... Понятно, что... Вы можете... Сказать... Что... Я придираюсь к словам... Возможно... Но... Таково мое мнение... Дальше... Значит... Вы... Я ему не безразлично... Говорите вы... Я прямо вижу... Ваше... Такое... Знаете... Такое... Практически... Победно... Может быть... Выражение лица... Значит... Я ему не безразличен... А он вам... Не безразличен... Как вы к нему относитесь... Почему вы... Смотрите на то... Безразлично... Ли вы ему... А не он вам... Понимаете... Не слишком ли... Много... В данном случае... Вы... Даете... Власть... Человеку над... Своей... Жизнью... Вот... Мне... Например... Кажется... Что... Слишком... И кажется... Что... Совершенно... Лишнюю... Даете вы... Человеку... Власть... Над вашей... Жизнью... Вы... Всегда... Будете... Сомневаться в том... Цены ли вы... Важны ли вы... Человеку... До... С тех пор... Пока... Будете давать... Столь... Много власти... Над... Собой... Столь... Много власти над своей жизнью... Всегда... Вы... Будете... Себе... Сомневаться... Таков... К сожалению... Закон отношений... Поэтому... Двигайтесь... Вы... Несколько... Не туда... Как мне кажется... Сейчас... Двигайтесь... Вы... В сторону... Попытки... Выработать... Какой-то... Один... Способ... Взаимодействия... С мужчинами... Но он не один... Способов бесконечного множества... Как и бесконечного множества людей... Именно поэтому... Так важно... Выбирать... Людей... Прислушиваться... Прислушиваться... К себя... А не подбирать... Людей... Которые более-менее... Вам подходят... Если вам так хочется... Считать мужчин... Охотниками... Считайте... Будете ли вы... Таким подходом... По-настоящему с кем перед них близки... На мой взгляд... Нет... И я очень надеюсь... Что я ошибаюсь... На этом все... Буду благодарен за обратную связь... По моему ответу... Это позволит вам начать работу над собой... Желаю вам всего самого доброго... И удачи!